Приветствую всех дорогие друзья, с вами канал GoodTeller и мы с вами продолжаем заканчивать нашу работу над Хаммером. Мы уже протернули в программе Resome UV, довольно таки хорошая программа, мне очень сильно нравится и так сейчас минуточку я гляну заодно техническую составляющую мы с вами о хорошо звук идет все хорошо так и мы с вами приступим так 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 сейчас еще объявление запущу все готово готова с вами сегодня у нас какая будет задача самые крупные части а именно кузов кузовные работы сегодня будем проводить вот и будем проводить с вами дверные работы то есть самые самые видимые части ну и соответственно там ручки дверей там все вот эти вот моменты петельки все это мы с вами будем разворачивать до разворачивать скажем так теперь еще раз благодарю всех кто подписался кто смотрит кто соответственно каким-то образом проявлять активность на канале комментирует особенная прям вот особенная благодарность тем кто по существу по существу делает замечание то есть именно аргументированный критик это вообще самый для меня смак это я вам серьезно говорю очень очень хорошо она мне помогает тоже вчера один товарищ кое-что прокомментировал и уже у меня уже какая-то тоже картина сложилась как когда что надо делать так это почему она интерес так сейчас давай сейчас сейчас все это глянем вот эти вещи заходим так хайт это у нас each 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 так а вот эти вещи меня смущает немного тот факт что они красные я сейчас уменьшу чекер да они они как будто бы с потягами хотя на самом деле чекер лег ровно то есть эти потяги должны быть исключительно из-за того что ну да не не сходится ни один к одному идет вот вот теперь я понимаю чем речь да вроде понимаю чем речь ну да ладно пока так оставим потом посмотрим что что да как это будет выглядеть так теперь все показываем и это все хайдим то что мы нет не то хайдим так давайте еще раз благо то что вот мы с вами делали она вот именно автоматически сохранилась то есть в группе в группах да и поэтому мы имеем возможность вот просто тупо группами их спрятать и соответственно смотрите остается только исключительно корпус и кузов и двери и все это здесь я тоже сейчас подумаю может быть отдельных сделать но отдельно не очень хорошо будет хотя посмотрим сейчас посмотрим все будет в процессе так а вот это вот интересная штука она должна была быть так шоу сейчас внутрь попробую залезть посмотреть конечно просто так не дастся под капот нет он не он не дастся просто так сделать ну да ладно не будем особо бороться и я ее сохраню здесь и вот здесь видите тоже такая же штучка ничего страшного не произойдет если мы ее оставим здесь в этой группе то есть нам какая разница нам главное что это да 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 спасибо тебе большое рюхаки я чё-то совсем заболтался и забыл главное мне самому видно и все типа как будто бы нормально но на самом деле нет спасибо огромное огромное спасибо огромное спасибо тебе андрей громов просто как хорошо что то что то есть слава богу так продолжаем вспоминаем вернее даже это у нас цилиндр мы выбираем вот этим вот этим образом и вот этим образом так он интересно похожими выберет нет да выберет смотрите это хорошо что он тогда оставил так в какую сторону нам лучше сделать разрез наверно вот вот с этой стороны наименее заметный будет он наверно с этой стороны с другой стороны капот открывается в ту сторону можно отсюда давайте отсюда наверное сделаем а вот это как раз таки не отсюда вот это вот это вот отсюда сделаем у расшири хорошо расшири теперь это он хочет отдельно прям большим таким куском до сделать но на самом деле я бы знать как сделал я бы отделил вот эту часть я так и сделаю так подобное выберет нет не выберет с той стороны придется вручную а здесь почему-то он очень так странно он выбирает это одна цена какая разница нам все равно и расшивать так теперь если мы отдельно выберем это выберет отдельно это нет не выберет ладно давайте вручную будем выбирать раз два так здесь нет здесь разошьем отдельно c нажал это расшил это с этим расшили это с этим расшили хорошо так а здесь необходимо нанести отдельно посредством ручных работ вот это я тоже в принципе могу расшить сейчас посмотрим довольно крупные такие детали c хорошо здесь тоже можно это все расшить ничего страшного не произойдет подкапотное пространство так подобное выберет нет не выберет 4 выбрана все хорошо теперь вот это интересно что такое она совместно идет тогда лучше я отдельно буду работать по частям c хорошо c c хорошо да кстати я еще подзабыл немножечко включить ту самую программульку который будет показывать на какие-то клавиши я нажимаю но это так это уже из дополнительного так и у меня к вам вопрос все ли хорошо видно слышно вот все ли нормально и мы с вами продолжаем что мы будем здесь делать сам корпус тоже надо разделить наверное на логические части как бы да то есть вот здесь так здесь здесь так сейчас попробую кое-что изолировать посмотреть как она так ладно посмотрели посмотрели так не станет думать конечно здесь надо думать это отдельно это явно отдельно идет отдельно хорошо как отдельно это отдельно но это очень крупный кусок идет то тут поэтому посмотрим может быть мы его тоже каким-то образом это вообще он полностью выделяет это тоже не очень хорошо давайте посмотрим на референс как как он примерно вот он по дверь примерно здесь есть этот логическое как говорится завершёнка то есть например если мы какое-то ну типа брезентового как вот покрытие будем симулировать да то мы можем вот поступить следующим образом вот по дверь соответственно расшить ее так так прям пошел да он пошел вроде прямо так выбрал выбрал 4 то есть он он подобный в данном случае вообще не выбирает ладно придется вручную так выбрана 19 аж писающий все надо выбирать пока что нет он слишком неправильно выбрал поэтому вес вручную прямо тыкать вот так вот нет до 5 выбрана здесь на крыше так вот до 9 почему-то 9 ладно пусть пока так потом посмотрим наверно двери стоило отдельно выбирать элементом ну да вот самое главное что вот вот здесь я вижу что вот вот это площадь она отдельно видите то есть я ее выбираю значит мы правильно все расшили в данном случае расшиваем тоже здесь все нормально так теперь внизу это отдельно пусть будет хорошо это отдельно хорошо можно вот это тоже отдельно расшить и все через такого нет так вот сделаем почему-то какой-то какой-то артефакт хотя вроде все должно быть нормально ведь он как-то странно выбирается ладно будем надеяться что ничего там страшно не произойдет теперь здесь можно вот это тоже расшить отдельно сделать частью расшить днище расшить вообще днище можно будет потом отдельно упаковать мелким шелл для сохранения текстурного пространства потому что днище тем более там закрытые всяким коробками так далее трубами и подобными вещами она будет вообще скажем так незаметно снизу так вот эту штуку как мы можем сделать можем сверху сохранить труба труба видно ее да вот так вот выберем да еще здесь тоже хорошо и здесь отдельно тоже вот эти штуки сделаем все прекрасно здесь обязательно расшивку все теперь выбираем здесь расшили здесь расшили probably да подобный не выбирает, к сожалению расшивили расшивили да, вроде все там нормально единственное, вот эти вот тоже стоит расшить так здесь тоже самое эти мелкие элементы, пусть они будут скажем так отдельными так, хорошо хорошо теперь вот эту штуку не забываем а так как здесь у нас цилиндрическая форма мы ее тоже расшиваем идем дальше так, сейчас, минуточку так, все нормально вроде ладно продолжаем добрый человек, здравствуй доброго времени а текстурить потом в сабстанции по плану? да да ну, мы идем по пайплайну по нашему пайплайну то есть мы не ААА студия поэтому мы некоторые вещи можем себе позволить опустить например, мы не будем заниматься хайпольками там заморачиваться да, то есть за печкой нормалки из хайполя вот это пусть делают ТРИПЛА и студии вот но это не значит, что нас эта тема не интересует это лишь значит, что мы просто пытаемся хотя бы как-то ускорить процесс поэтому как-то так так здесь что у нас ну, во-первых вот так вот разошьем как он предлагает и потом сделаем отдельно вот здесь и вот здесь для того, чтобы немножечко снизить количество количество текстурного пространства вот так вот в наименее заметных местах мы опять же оставляем швы ну, наименее заметно почему? потому что вот как бы на уровне глаз он примерно будет да, вот так вот то есть шов будет в принципе не виден в то же время эта штука хорошо разложится на текстурной карте и все будет хорошо так, здесь сразу расшиваем так здесь мы можем в принципе вот эту вот штуку вот прям наполовину разбить так, тихо возвращаемся так так, здесь у нас что? просто крыша да, просто расшили хорошо давайте отдельно вот это все разошьем более-менее крупной части более-менее крупной части разошьем здесь и здесь C нажали все хорошо да, он немножко вот так вот если выезжает в текстуру он начинает и сюда эти пороги можно в принципе здесь шов не делать потому что так, W да, давайте попробуем W да я шов не буду делать потому что здесь она мягкая мягкий переход предполагается следовательно нам зачем лишнее этим делать так, выберешь подобное нет, не выберет отдельно, значит ручками будем делать Видите, он опять входит Внутру Приходится изгаляться немножечко С нажали, все хорошо Так, теперь Здесь Вот эти вещи Отдельными Штуками мы Разобьем Они сами по себе Предполагаются жесткими Поэтому Граница между ними тоже должна быть жесткая Ничего здесь такого нет Так, пол Раз, два Разрезали, хорошо Я не обращаю внимания на всякие вот мелочевки Вот типа вот здесь, вот видите Как это что-то, что-то как-то, что-то Вот, возможно Эта ошибка была при моделировании допущен Да, то есть там вот какая-то вот мелкий полигон Образовался артефактный Но он, если на него не обращать внимания То есть он вообще Как будто бы даже вообще не существует Поэтому Я этим Этим мелкими этими Заниматься не планирую А вот, например Вот, например, сделать вот здесь Разрезы Это самое милое дело Здесь, следовательно Зеркально здесь Почему? Потому что Слишком длинные Чтобы вот это Вот эти штуки не были длинными Потому что На карте текстурно они будут заниматься Занимать приличное место Вот И поэтому Здесь можно тоже вот так вот разделить Ничего страшного не будет Вот Внизу То есть будет так, как есть Здесь тоже можно разделить Здесь Нет Так Аккуратнее Хорошо Теперь вот здесь Такая же штука То есть вообще Вот эту в целом Можно ее Разбить Так Давайте я, знаете Пока вот так вот сделаю Дизайбл Потому что Не совсем видно И текстуру Сменю на На Простой геометрию, наверное Так Shaded Да Shaded Это Wireframe Viewport Polygon Вот по-моему Вот так вот Лучше всего То есть чтобы полигончики были видны И Выбор был виден Какие штуки мы выбрали Вот видите Он здесь вот явно артефакт Артефакт выдает Но это не страшно Это не страшно В крайнем случае Можно будет потом Если уж совсем оно Будет сказываться Нехорошим образом Да Можно будет В 3дмаксе Именно эту часть удалить Ну то есть найти этот артефакт И уничтожить его Так вот здесь вот Выводом Сделаем Так здесь правильно Да правильно То есть такие вот Они очень Границы такие странные Как бы да Так он Он там тоже Да давайте еще раз С выводом Пройдемся То есть В очевидных местах Пусть он нам не оставляет швов Швы должны быть Либо на неочевидных местах Либо Да Дверь По большому счету Можно было бы спрятать До поры до времени Потому что она Они естественно мешают Не позволяет видеть Корпус целиком Ну я могу что сделать Я могу Выбрать сейчас двери В принципе Ничего такого нету И Спрятать их Так вот Пусть пока так Наверное будет Ничего страшного Да Потому что Ну они Реально мешают Они не дают понять Где ты уже прошелся Так вот здесь Можно расшивку сделать Здесь что Вот этот корпус тоже Можно вот так вот порезать Ничего страшного не будет Я думаю Давайте вот так вот Нанесем шов То здесь Довольно таки Логически Он Укладывается Так он выберет Подобный Нет Нет не выберет К сожалению Почему-то Некоторые геометрии Он видит В качестве В качестве В качестве подобной Давайте вот так вот Хотя Нет здесь наверное Лишнее будет все таки Будет лишнее По верхней части Пройдемся Вот так вот Ничего страшного Здесь пройдемся Здесь оставим Потому что Хотя Можно будет тоже зашить Сейчас посмотрим Так Срезали Здесь она Ровненько идет Вот здесь Вот можно Здесь срезать можно Дальше Раз Два Тут все выбираем Котолок не выбираем 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 Это лог Можно выбрать Потому что здесь уже Расшивка есть Так И с той стороны Также сейчас пройдемся С внешней Раз Два Три Четыре Расшивка есть Пять Так Расшивка есть Шесть Семь Так вот Там Расшивки нет Поэтому Оставляем Так И там Смотрим То есть он Иногда бывает Артефакты Какие-то Выдает При выборе Но это не страшно Сейчас мы Так Здесь же мы Расшили Да Расшили Поэтому мы Можем тоже Эту часть Выбрать И эту часть Выбрать Как полагается Так Там все Выбрано Да Там все Хорошо С нажимаем Да Все Сработало Здесь Теперь тоже Расшивку Сделаем Видите Он Придвойной А Там кстати Подсказали Да 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 Вот Смотрите Нет Неправильно Короче Когда Шифтом Выбираешь Шифтом Выбираешь Он вроде Продолжает Выбирать По геометрии Но в данном случае Почему-то у меня Не сработало Ладно Там видимо Надо настройки Тоже поднастроить А потом этим Займюсь Сейчас пока Так Сейчас видите Получается Что мы Работаем По очень Таким Скрупулезно Скрупулезно Мелким деталям Давайте Давайте здесь То же самое Сделаем С Нажали Все Готово Крыша Здесь тоже Пройдемся Видите Вот здесь Границ нету Вот здесь Границы Не отмечены Поэтому я И выбираю Эти штуки Здесь Все Границы Выставлены Расшивка Готова Вот эти Мелкие деталюшки Если мы их Не разошьем То они Потом будут Ну во-первых Большими Вот Во-вторых Они будут Отнимать Пространство Само собой И Возможно Искажения Тоже будут давать Так Вот здесь Я тоже Отдельно Их порежу Потому что Да Вот здесь Порезано Ну потому что Занимает место Пространство Так Теперь Дверь 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 Давайте посмотрим Просто Как Да Что Вот здесь Вот видите Четко Шов Здесь Есть И шов Здесь Есть То есть Как бы Это Отдельные Детальки Я могу Например Где-то Здесь Тоже Шов Нанести Например Условно Говоря И Сюда Продолжить Тоже Ничего Страшного Не будет Наверное Здесь Вот так Вот Шов Сделаем Тут Можем Сшить Сшить Он не сшивает Серьезно Я нажал Велод Но он не сшил Почему А Там Скрытые Какие-то Эти Ну-ка Не Он не хочет Сшивать Сшивать Сохраним На всякий Случай Интересно Это интересно Почему Он не хочет Сшивать Может Он просто Связан С каким-то Другим Эджем Да нет Ладно Не понимаю Почему То есть Он что-то Сейчас отказывается Если здесь Например Он сшивку Сделает Нет А здесь Во Здесь он сшил А здесь Тогда В чем проблема Не понимаю Что-то Где-то Какой-то Алгоритм Не срабатывает Сшивание Это не очень здорово На самом деле С одной стороны С другой стороны В принципе Нам по барабану Ладно Давайте Продолжим Пока Пилить Так Здесь у нас Что Это у нас Простая фигура Да Мы ее уже Расшили Все правильно Здесь Со дна Если посмотреть Вроде все В порядке Здесь Здесь Со дна Если посмотреть Одним целым Идет Все нормально Так Крылья Все нормально Сзади Почти все нормально Кроме вот этих вот частей Так С Нажали Хорошо Теперь Вот здесь Я отдельно Сделаю Отдельно Пусть будет И здесь То же самое Все отлично Вполне себе Логически Выверенные детали Получились у нас Это хорошо Так Теперь Вот здесь Надо будет Вот эти штуки Подобные выберешь Нет Не выберет Не хочет Она выбирать Иногда Алгоритмы Почему-то Не срабатывают Я не знаю Почему Но Они не срабатывают Ладно Приходится Вручную Ничего страшного Все Вроде Здесь нормально Кроме вот этого Отдельная часть Да А ее в принципе Можно было убрать Я сейчас смотрю С точки зрения 3D моделирования Вот можно было Вот это вот Вообще убрать Видите Вот здесь Лишние Эджи Не оптимизировано Не оптимизировано Ничего страшного Так А здесь Проблема Вот чем Вот Вот это тоже Надо Расшивку сделать Потому что Начан будет Выдавать Готово Ну В таких мелких вещах В принципе Можно Например Тоже Вот Какие-то Эти Швы Сделать Например Да И Сэкономить Грубо говоря Какое-то пространство Текстуры Но Они настолько мелкие Что Особо Нас Тревожить Не будут Я думаю Посмотрим В любом случае Посмотрим На самой карте То есть Если Если вдруг Они будут Нас тревожить Тогда мы Что-то сделаем Почему-то Здесь такая точка Явно Выпирающая Так Здесь Что у нас Севит Спереди Оконное Пространство Нормальное Вроде Подкапотное Нормальное Это все Расшивку Мы сделали Внутри Расшивка Есть Здесь Здесь все нормально Так Теперь Где Места Водителя Пассажира Нормально Это Расшито Здесь Здесь нанесен Шов Так Здесь швы Есть По всей Фигуре Так Здесь единственное Где может быть Недогляденное Место Это Это вот Эти всякие Штуки Так И здесь Здесь Одинаково Ну ладно Пусть и останутся Ничего страшного Такого не будет Криминального Здесь нет Ничего Такого Она тем более Внутри Как бы Дверь закрывается То есть Ничего такого Прям особенного Я не вижу Так Петельки Вот здесь Единственное Можно тоже Нанести Такой Шовчик И здесь И здесь Тоже В принципе Ничего Ничего Такого Не будет То есть Мы здесь Срежем То же самое По Аналогии Срежем Хорошо Так Вроде бы Все Остались Всякие Мелкие Вещички Да Вот эти Петельки А потом Уже Прибавим К ним Дверки Так Как нам Это лучше Сделать Наверное Вот Так Вот так Сзади Вот так Хорошо Так И Он должен Выбрать Подобное О Хорошо Великолепно Везде Он все Выбрал Ц Нажали Ц Нажали Говорю Так Теперь Отдельно Вот эти Части Это можно Оставить Наверное Как Он ее Разобьет Интересно Или тоже Швы Сделать Можно Harded Поджем Ее Сделать Да И все Ничего Страшного Такого Все Пусть Он ее Разобьет Будет Нормально Теперь Теперь Вот здесь Я бы Нанес Наверное Тоже Шовчики Чтобы Чуть 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 Сократить Текстурное Пространство Вроде Все Должно Быть Нормально Так Теперь Вот эти Штуки Петельки Везде Выбираем Жали Сейчас Самый Веселый Будет Выбрать Шов Внутри Вот Можно Нет Нет Не то Ты Выбираешь Так Как бы Это сделать Лучше Всего Где он Вообще Виден Он Утоплен А Ну Ну Конечно Конечно Вот Отсюда Он Виден 11 Саджи Выбран Почему 11 Раз Два Три Четыре 5 6 7 8 Где 11 Ты видишь А Вот здесь Он еще Добрал Здесь Неправильно Непорядок Вот 8 Хорошо Теперь Я должен Убедиться Что Нет Он их выбрал Видите Здесь С внешней стороны Поэтому Я снимаю Здесь Выделение Там Я делаю Разрез Выбираю Эту штуку Например Вот Убираю Подобное Снимаю 8 Остается Это Снимаю Остается 4 Все Вот теперь Нормально Вот теперь Логично Все Везде Он порезал Эти штуки Теперь Замки Ну прежде чем Замки Давайте Вот этот Развернем Подобные Подобные Выбрали 4 штуки Он выбрал Разворачиваем С помощью Квадратной Штуки Все Прекрасно Он Развернул Теперь Выбираем Вот это Начало Вот так Что Из Подобного Он выбрал Да Замки С Нажали Хорошо И теперь Внизу Выбираем Эджи Подобные 4 штуки Все Внизу Он выбрал Да Внизу Все Готово Разрез Готов Так Замки И петли Сделаны Ну Вроде бы Все Ага Потом Посмотрим По Уже Карте Если Где-то Что-то Пережато Если Где-то Что-то Потянуто То Мы Это Увидим То Мы Это Увидим Так А Пока Будем Заниматься Дверьми Для этого Мы выбираем Все Потом Шоу Ставим Выбираем Двери Так Двери Ага Нет Неправильно Уже Так Начало Выбираем Вот Объекты Потом Шоу Потом Двери Выбираем Потом Изолейтед И работаем С дверьми Собственно Говоря Да Так Двери Можно Как сделать Выберем Все И Развернем С помощью Квадратной Штуки Потому что Они как бы Квадратные Давайте Попробуем Если что-то Нам не понравится Мы всегда Можем Откатить Какие-то Какие-то Изменения Например Это Шов Тот Шов Возможно Лишний Да Так Эти швы не будем делать Например Но в то же время Здесь видите тоже как артефакт идет Вот эта грань И окно Они как будто из разных вселенных Как будто накладывающиеся эджи идут Поэтому не совсем понятно Но я могу как сделать Вот так вот сделать Чтобы убедиться Что там действительно будет шов Так, ладно Есть такая же штука Сшили Сшили Ручной нанесу пока Здесь все нормально Почему-то здесь нормально Главное все сделалось А там ненормально Не совсем понятно почему Но Ну да ладно Здесь тоже вот например Вот этот шов Какова его природа То есть такое ощущение Что это вот В модели В самой как будто там Два разных Шва что ли Непонятно Интенси Импая Здравствуй Зашел отметиться Спасибо тебе большое Спасибо Огромное спасибо Так Даже не сшивает Здесь То есть вот Какие-то видите Артефакты какие-то Возникают Ничего не сделаешь Ну да ладно Это не так Не так страшно По большому счету Все нормально же Он Разделил Ну здесь например Почему-то он шов не нанес Вот Там как раз таки шов Логично смотрится Вот здесь Шов будет логично смотреться Вот здесь Вот здесь Шов логичен Готово Так Вот здесь Тоже Вот так хорошо Так уже лучше Но здесь я не могу Почему-то снять шов То есть вот так Если я нажимаю То он везде сшивает Но Кроме вот этого Странная штука Но Да ладно Так Теперь давайте проверим Просто Нижняя часть Здесь не так важно Как швы легли То есть это все Внизу будет Будет не видно Поэтому он может Там как угодно делать Практически Так И внутренняя часть дверей Здесь сейчас будут вопросы Очевидно Так Это нажал Так Это правильная дверь Вроде все правильно Я просто смотрю По геометрии Вроде как будто Здесь что-то еще Должно быть Но я могу сделать Шоу И посмотреть Вроде все нормально Вроде все так И должно быть Мы же делали По референсу Поэтому Сейчас у меня Не возникает проблем По поводу Именно Общей геометрии Общей геометрии Должна быть нормальной Так Теперь Ладно Вроде все хорошо Мы можем Все это выбрать Нет Мы можем Я говорю Все это выбрать Вот И отправить На развертку Упаковать Все это дело Скилы Один к одному Сделать И посмотреть На Текстуре Уже Да И здесь уже Стретч Сделать О Сразу Стретч Показывает Вот это Ерунда Мы Мы Эту ерунду Никак Не Не распаковали А что это за ерунда Такая Давайте посмотрим А это ерунда Дверь Как ни странно А почему Она так Нехорошо Себя повела Именно Одна дверь Что самое Замечательное С О Там где-то шов Видимо мы Не Не отметили Как бы Да То есть Вернее Наоборот Сняли Поэтому Так все И повел Так Давайте Сейчас Опять Все Переупакуем Опять Все Поместим Как надо Один К одному Один К одному Так Ну что ж Здесь Вроде Все В порядке Но все Детали Крупные В основном Видите То есть Это уже Конкретно Детали Детали уже Дверей И так далее И так далее В принципе Они лежат Довольно таки Ровненько Без всяких Потягов Давайте Увеличим Наверное Scale Чекера Чуть-чуть На Одну Итерацию И посмотрим Ну да Я везде Вижу Что все Хорошо То есть Textile Density Один К одному Прям вообще Без всяких Без всяких Вообще Нареканий Вот И это Хорошо Здесь Внутри Тоже Видите Все нормально Ничего Не перекос Арылева Все Просто Идеально Практически Лежит Крыша Так Внутренний Убранцы Тоже Посмотрим Ну да Здесь Все Все Хорошо Потолок Все Смотрится Хорошо Для нас Это самое Важное Что Чекер Нигде Никаких Подтяжек Но Смотрите Для меня Главное Вот здесь То что я вижу В Карте Текстурной Да То есть Вот в этой Карте Никаких проблем Я не наблюдаю Это говорит о том Что никаких проблем Быть и не может В принципе Мы могли бы Конечно Как мы тогда Говорили Да Мы сделали Что Упаковали Например Колеса В одну В одни Координаты То есть Сделали Так называемый Оверлапинг Да Оверлапами Их сделали То есть По сути Все четыре колеса Занимают Одну и ту же Текстурную координату Следовательно В четыре раза Мы Сэкономили Текстурного пространства За счет Неуникальности Колес Вот То же самое Здесь Мы могли бы Например Как сделать Вообще В идеале Ну как в идеале Все зависит От конечно же Потребности Игровых Да То есть В идеале Мы могли бы Именно для Оптимизации В идеале Проспилить Машину На Две Части Как бы Вот так вот По симметрии И Наложить Одну часть крыши На другую Отобразив Зеркально Наложить Одни двери Там Передние На передние С левой стороны Задние На задние Лево Правое И так далее И тоже Получить Неуникальные Двери Вот Тем самым Сократив Текстурную Карту Почти в два раза Но по некоторым вещам Я еще раз Остановлюсь на этом Вот смотрите Вот здесь С этой стороны Бачина Хаммера Выглядит вот так С той стороны С той стороны Она Уже Имеет Отверстие Под топливный Бак Это уже Неуникальная Получается Часть То же самое Здесь Например Какие-то Внутри Детальки Которые мы С вами Вчера Разворачивали Они тоже Неуникальные То есть С левой стороны Только Или с правой Сторон Только Тот же Руль Он только С одной стороны Он вообще Один Ну и так далее Есть какие-то Уникальные вещи Которые Не позволяют Нам Все абсолютно Засимметрировать Тем не менее Самые Самые Продвинутые Текстурщики Они умудряются Даже Вот Какие-то Мелкие деталюшечки Да Вот Ну например Если мы знаем Что Щеколод Скажем так Да Не щеколод Дверные петли Будут покрашены В цвет кузова Да Ну и просто Тупо Можем Их все Выделить Вот например Вот они Да По-моему Это их Части Да Вот они Выделились Вот эти штуки И мы можем Тупо их перенести Например Вот На крышу Например Да То есть Какая разница Если тот же металл Будет фигурировать Та же краска И тот же текстель Нам вообще Без разницы И мы можем Все это вот так вот Сделать И сэкономить Текстурное пространство Практически Не вызывая Никаких подозрений У игрока Вот И Таким образом По мелочевке Тоже сократить Ресурс Текстурный Используемый Имеется ввиду Сократить А соответственно Пользу получить От этого То же самое Например Мы могли бы Взять вот эту штуку Да Вот Багажник Он Ровно Таким же Такой же Краской будет покрашен Что и Боковина Например Что и вот эта часть Да То есть мы могли бы Просто ее разделить Там например На четыре части Даже Вот или на две части И например Наложить на Текстуру На текстурную карту Вот этой части Вот И Она будет не уникальная Если например Мы будем наносить Какие-то Отличительные знаки Вот здесь То они Отоправляются И здесь Если это будет Оверлапинг Ну в общем Вы понимаете Ко всему Надо подходить С рассудительностью Умом И осторожностью То же самое Днище Например Да Если мы понимаем Что в нашей игре Днище Вообще практически Будет не видно То мы можем Вот эти вот части Вот эти части Да Например Мы их выделили Просто тупо Можем их Так сейчас Вот так вот Ужать Вот видите На текстурной карте Они ужались Прям вот До очень мелких вещей Здесь соответственно Чекер стал очень крупным То есть вот По сравнению Вот здесь мелко Чекер отображается То есть более детально Будет текстура видна Здесь более мыльная Более Скажем так Менее резкая Да Но если мы знаем Что Ну Вероятность того Что игрок увидит Хаммер снизу Очень мало Он например Не будет переворачиваться Не будет там Какие-то Подъемники Фигурировать в игре Да и так далее Или там Не будет возможности Игроку подлезть Под хаммер Или даже он Если подлезет То там будет все темно И не видно То тогда вот это Вообще можно Ну вот Вот таким образом поступить Очень сильно ужать Ну да Если вдруг он увидит Случайно То хотя бы там Что-то-то будет Да Из текстурных карт Но Мы сократим Смотрите Сколько Места Вот просто Тупо Освободилось Даже давайте Знаете Как сделаем Сейчас я еще Вернусь Я выделю Все более-менее Незаметные Такие детали Так вот это я Уберу Вот этот Незаметный Будет Это Незаметный Я сейчас Все Выделю Подкапотное Пространство Тоже Вот это Незаметный Будет Например То есть Мастера Вот они Вот эти Незаметные Будут Например То что внизу Вот это Точно Незаметный Например И вот смотрите Вот у нас уже На текстурной Нашей карте То что мы Развернули Сейчас только что Мы выделили Почти Ну не соврать Одну пятую Наверное Да Одна пятая Примерно Вот Если еще Будет фигурировать Например Та же крыша Которая тоже В принципе Не всегда может быть Так заметна Если она на уровне Глаз будет Хаммер Располагаться То есть Это надо где-то На какую-то гору Залезть Чтобы крышу Видеть хаммера То же самое Касается Вот внутреннего Убранства То есть Если он будет В основном Фигурировать Без Того что Игрок будет Заглядывать внутрь Да То тогда И там тоже Вот здесь Вот Большие куски Можно просто Тупо сохранить Вот эти Вот они Куски Они тоже Занимают Примерно Одну шестую Одну седьмую Часть Текстурного Пространства Их тоже Можно будет Сжать Вот я Сейчас вам Покажу Здесь Вот Просто Видно было Вот мы Ужимаем Все днище Например Там Раз в Десять Примерно Да Вот То есть В принципе Текстура Будет Видна Она будет Мыльная Но она Будет Там Простой серый Материал Какой-нибудь Например Нанести Да Ну что там В днище Обычно Грязь И так далее Вот И в то же время В то же время Смотрите Сколько Сколько Пространства Здесь Освобождается Просто Вот Большое Очень большое Количество Это означает Что Мы можем Увеличить Вот эти Карты Более Более Видных Мест На Соответственно 20-25 Процентов Примерно Какие вот дела Но мы Пока не будем Этого делать То есть Пока Как бы у нас Хаммер будет Полностью Уникальным И полностью Равномерно Затекстуренным Что ли Да То есть Мы его делаем Вообще Совершенно универсальным Это не есть Совсем хорошо Потому что Для каждого проекта Требуется Своя Своя методика Свой подход Нам пока Вот так устраивает Так Теперь Выделяем Все это дело Группируем И Шоу Делаем Все Мы Полностью Затекстурили Наш хаммер Видите Весь Весь хаммер В чекере Чекер Лежит Очень хорошо Очень ровненько Швы нанесены Нанесены Достаточно Грамотно Но я постарался Именно Следовать Рекомендациям Мастеров Скажем так Да Я Само собой Это Первая моя Крупная работа Вообще Хаммер Это первая крупная работа Как в 3D моделировании Так и в развертке Так и в Соответственно Будет в текстурировании Даст Бог Я надеюсь Что там тоже У нас все получится Как надо Так Теперь смотрите Вот что я вижу Чекер Например Нашего кузова Крупнее Чем чекер На колесах Это говорит о том Что Есть несоответствие Текстурных Координат Одних Затекстурируем За Развернутых Именно Объектов По сравнению С другими Вот Здесь Здесь например Тоже Вот тут Мелкий Чекер То есть Более детализирована Как бы получается Развертка Вот этих Мелких Коробочек Чем Чем Нашего В основном Корпуса И так далее Что мы можем Сделать Ну здесь И тем более Они видите Они друг на друга Навагаются Это неправильно Давайте Перепакуем Попробуем Вот он Перепаковал Но Перепаковал Он каким Образом Смотрите Обращаю Ваше Внимание Он все Наши Сгруппированные Сгруппированные Наши Объекты Он Ну Расположил Так Как Он считает Нужным Понимаете Да То есть Имеется ввиду Что Видите Мы Игруппировали Вот Все В квадраты Все Игруппировали В квадраты И они Разного Масштаба Разного Разных Как это называется Размеров Да Получается Давайте Один к одному Сделаем Все И соответственно Огромное количество Свободного пространства Остается Получается Так Что мы можем С этим сделать Я могу Например Выбрать Вот Island Вот этот Так Сейчас Подождите Это Вот это У нас Колеса Это Сто процентно Те самые Колеса Они Их Можно Расположить Следующим Образом Так Сейчас Попробую Да Мы можем Их Повернуть Так Alliance Давайте Мы Здесь Попробуем Повернуть Здесь Вообще Есть Поворот Интересно Мне Знать Ротейт Вот Ротейт Да На 90 градусов Ровно Мне важно Именно Чтобы Соблюдался Так Ага Вот так Я могу Перетаскивать Хорошо Теперь Я убираю Вот этот Квадрат Перетаскиваю Сюда Так Это увеличивает Масштаб Я просто Проверю Так Тихо Вот так Чуть пониже Можно Я стараюсь Соблюдать Вот эти Текстурные Координаты Чтобы Как можно Более аккуратно Их Расположить Так Теперь Давайте Я пока Этот Вообще Уберу Сюда Так Тихо Алло Для того Чтобы Поработать Вот с этими Вещами Так Это уберу Это уберу Это Расположу Тоже Сюда Потому что Они Они Примерно Похожи Видите Они Примерно Совпадают Это Сюда Это Сюда Это сюда И теперь Смотрим Что мы можем Сделать Так Это у нас Что Это у нас Группы Деталек Снизу То есть Это все Вот эти Наши Рессоры Ходовая Короче говоря И так далее Так Я просто На всякий случай Перепроверяю Чекеры Все Все Нормально Все Хорошо Что касается Нижней Это же все Нижние Внутренние Запчасти Мы их Можем Сделать Меньше По Размеру Вот Как раз То что мы И говорили Давайте так И сделаем Чуть Чуть Как это Грамотно Поступим Например Сократим Вот так Потом будем Смотреть Теперь Это что у нас Тоже Нижней части Только другие Колеса И так далее Мы их Тоже Так же Можем Сократить В размерах Так Чуть Уберем Тоже Так вот Вместе Их Расположим Это что у нас Это капот Капот Это То Что Видно В принципе Капот Это то Что Видно Поэтому Мы его Не имеем Права Сокращать А более Того Я бы Порекомендовал Сам себе Капот Объединиться Вот так вот Выделили Разгруппируем Так Теперь Давайте Изолируем Вот Вместе с капотом Пусть они будут Капот То есть Весь корпус Он будет Да Вот у нас Виден Смотрите У нас будет Весь Весь корпус Виден Кстати Давайте Знаете Как По умному Чуть Чуть Сделаем Вот Эту Штуку Эту Штуку Да Так Я полностью Возьму И Спрячу Почему Потому что Он Hide Вот это То же Самое Так Выбор Выбор Так Подобное Хорошо Он эти тоже выбрал цилиндр Хорошо Я сейчас их уберу С выбора Так Две Оставил Хорошо Теперь Смотрите Что я делаю Я беру Выделяю Все Show Давайте Нет Еще Я чуть Чуть По грамотнее Поступлю Беру Вот это Чуть Тоже Двигаю В сторону Теперь Так Давайте Еще Вот так Вот Я их Подвину Чтобы Они Точно Не путались У меня То есть Чтобы мне Было Удобно Их Потом Выделять И Группировать Я сейчас Их Буду Разгруппировать Вот Вот Это Разгруппирую Разгруппирую Remove From Groups Хорошо Вот это Выбираю Вот это Вот это Все Выбираю Да Ага Подобное Есть Подобное Выбрать Similar А это Что Update Similar Нет Это Вот Эти Все Все Одинаковые Детальки Так Вот Выберем Выбрал Вроде бы Все Выбрал На всякий Случай Вот так Вот Делаю Видите Какие-то Нелочеки Бывают Сложно Заметить Вот Например Вот Этого Да Но Их Надо Тоже Выбирать И Чтобы Они Сохранились Так Потому Что У меня Цель Какая Вот Видите Вот Это Не Выбрано Снизу Вот Это Надо Выбрать Ну Выбери Подобное Ну Хотя Что То Он Выбрал Уже Хорошо Меньше Будет Нароки Так Давайте Тихо Контр Воджал Поэтому Мисклик Чуть Не Произошел Это Выберем Снизу Так Вот Выберем На Всякий Случай Так Теперь Все Вещи Надо Не Пропустить Это Вроде Выбрано Да Все Выбрано На всякий Случай Выбрано Вот Не Выбрано Было Здесь Вот Вроде Все Выбрано Теперь Зеркала Выбраны Так Теперь Это Выбрано На всякий Случай Вот Так Вот Выбира мне вот это вот надо полностью выбрать да я могу вообще вот все вот это вот выбрать потому что оно мне все нужно а здесь вот смотрите он ошибку выдал кстати сейчас только заметил и здесь тоже почему-то он перетянутый оказалось это хорошо, на самом деле это хорошо потому что негоже оставлять ошибки молодости и это выберем все, все, все выберем вот эти вот все деталюшечки все выберем и нам все нужно на всякий случай я щелкаю потому что вдруг что-то не выбралось это будет не очень хорошо не очень здорово вот это все выберем все, все, вот эти вещи выберем они все должны быть в одном у нас тихо, 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 тихо мискликаю сейчас просто, мискликаю, ребята извините так выбрал выбрал сверху на всякий случай вот так вот глянем смысл вот этого выбора сейчас я вам поясню то что нам необходимо вот эти все элементы все эти элементы сделать качественными так вот выбери вот то есть почему потому что они заметны вот не обязательно вот эти брать вот нижние вот эти части я не беру вот более заметно я беру для чего? для того чтобы по ним сейчас поработать во всякий случай сейчас щелкаю чтобы удостовериться что он действительно не выбран то есть я сейчас выбрал все что визуально бросается в глаза еще вот эти вещи надо взять так это выбрано так не выбрано хорошо то есть это все что будет на виду у игрока так окна наверное вообще в отдельную их как бы расположить в отдельную часть так вот эти вещи так вот эти вещи тоже кстати надо вот это вот это вот это вот эти вещи обязательно потому что они заметны они они вот в видимой части находятся в спектрах это все мы убираем с этой стороны потому что не совсем понятно выбрал не выбрал просто будет обидно если он не выбрал например это будет обидно еще раз на всякий случай да хорошо так теперь окошечки как можно тоже забрать можно и забирать они должны быть одинаковые положа руку на сердце они должны быть одинаковые так а вот здесь снизу то что мы и говорили да мы можем вот нежнее эти убрать эти крупные вот смотрите они прям очевидно крупные прям уходят вот эти штуки мы можем убрать давайте мы так и поступим так вот это в принципе она с одной стороны видна а с другой стороны там такая текстура предполагается никчемная скажем так ну говоря никчемная я имею ввиду подтянутая но почему-то ладно сейчас перепакуем ничего страшного не будет так уберем уберем все что бросается в глаза мы берем ну или потенциально может броситься в глаза наподобие вот этих вещей здесь на всякий случай я кликаю вдруг где-то что-то не выбрано чтоб обидно потом не было так и подобное есть хорошо что он выбирает подобное но здесь он не выбрал ручную значит работаем здесь он все выбрал хорошо просто красавчик молодец просто молодец так теперь это уберем вот это уберем днище уберем вот это уберем вот это уберем вот это уберем довольно крупные куски видите уходят не нужно вот это вообще не нужен огромный кусок он не виден совершенно не виден ну имею ввиду он может быть виден в потенциале да вот эту штуку вот это вот вообще не нужно эти квадратики вот это не нужно вот это не нужно очень большие куски вот это не нужно вот это не нужно все таки мы его уберем потому что вы понимаете так подкапотное подкапотное так сейчас минуточку минуточку так я вернулся просто чтобы не мешать людям я закрыл там дверь так теперь что мы еще можем убрать вот сам подкапотное тоже оно оно большое пространство и в то же время я бы не сказал что оно прям уж заметное будет я его тоже сниму именно внутреннюю часть капота вот эти подфарники всякие все это уберем эту часть можно тоже убрать уберем это мы уже занимаемся по сути оптимизацией то есть я как бы и не планировал с одной стороны а с другой стороны почему бы и нет заодно это будет для нас опытом так вот снимем выделение вот это тоже можно убрать а конечно мелочевка но но все равно как-то так это уберем он закрытый то есть зачем нам закрыты эти вот так-то лучше так-то лучше так теперь в принципе в принципе мы можем сейчас изолировать все это дело так это что а он еще внутренне почему-то он внутренне подцепил ладно я это хайдом сделаю да и все все а это уже у нас осталось так группы удалим с групп на всякий случай и перепакуем мы можем еще раз их развернуть на всякий случай и пакуем смотрим видите он растянутый синий слишком в синем цвете он слишком растянут один к одному сводим во хорошо кроме вот этих вещей почему смотрим почему как хорошо что мы можем все это исправить сразу не выходя ну да вот эта вот штука она почему-то то ли мы не нанесли на нее швы то ли еще что-то какая-то штука произошла хотя вроде мы наносили на них швы насколько я помню мы наносили на них швы ладно это не так страшно мы сделаем эту работу еще раз так подождите давайте я просто проверю он выберет подобное в данном случае топу копи да выбирает хорошо вообще чудесно сейчас это произойдет все довольно быстро даст бог мне все-таки я ловлю себя на мысли на то то что мне все-таки удобнее выбирать вручную ну и ладно так подобное сделаю расшивку С он еще видите я нажимаю на С он не всегда сразу расшивка делает то есть приходится С приходится повторять или посильнее нажимать либо он не сохранил то есть вот когда мы делали помните там был сбой какой-то он он вылетел возможно он не сохранил ну и ладно бог с ним мы будем делать все мне приходится дважды С нажимать понимаете чем проблема это не проблема на самом деле я могу знаете как сделать вот вот здесь шовчик и вот здесь шовчик нанести да и все и подобное сначала выбрать С нажать все готово готово теперь он должен ее развернуть как надо и без всяких проблем я же говорил что эти швы я наношу исключительно с целью экономии пространства так теперь а вот здесь ну я точно стопроцентно помню что я наносил швы эти короче давайте знаете как я сделаю сейчас я вот это вот сгруппирую г я нажал г еще раз г а ну да он же эти вот выберу нажму г вот он создал группу хорошо теперь теперь я оставляю эти проблемные штуки ага и изоляционно их делаю все теперь я выбираю вот эту штуку вместе с той штукой хорошо и разворачиваю с помощью вот этой штуки готова развернул или нет вроде развернул не совсем понятно но ну здорово теперь вот эту штуку это это я точно стопроцентно помню я ее разворачивал прям вот прям вообще стопроцентно помню вот но почему-то посчитал самое самое интересное знаете что то что сейчас он показывает швы синий каким-то цветом я привык что это цвет выбора вот почему и путаюсь так я почему сейчас все это верну потому что мне нужно повторять все это там тоже есть есть тихо 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 вроде все правильно выбираем подобное смотрим что он выбрал действительно там где это мне нужно да c хорошо и здесь по внутренней части пошел 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 не туда пришел это все убираем это не тот выбор который меня интересует идем вот я сейчас shift зажимаю зажимал сейчас еще раз shift зажму вот да с shift удобно на самом деле подобное 24 готово нажал нажал так теперь все готово теперь show тихо выбираем все hide нет изолейт теперь теперь выбираем все он групп и он враг опять какая-то беда я не понимаю что он хочет от меня а ну да паковать паковать так смотрим где какие потяжки где какие чего где какие проблемы алё где какие проблемы скажите мне пожалуйста есть проблемы ну-ка что это за такая деталь насколько она нужна здесь вообще здесь не нужно ладно сколько этих ненужных осталось здесь короче это hide хоть мы ее развернули все ерунда вот эти вещи hide вот это все hide так это все прячем эти тоже в принципе детальки они не нужны здесь их не видно будет так это тоже подобно выберет нет не выберет это вот вот это это можно тоже спрятать ничего страшного не будет поэтому можно спрятаться так это наружная внутри и пусть она остается так так вообще можно все спрятать здесь не нужно так теперь снизу есть какие-то такие штуки которые не нужны вот эти финтифлюшки и все время качуют а нет это ошибка будет вот вот это вот это вот это мелочи они так-то особо-то не влияют я просто просто заодно спрячем хорошо такие мелочи которые они влияют но тем не менее это с вот этим прячем или не прячем это оставим наверное нет можно спрятать можно спрятать там это внутреннее убранство не так важно между прочим тоже раз уж на то пошло полы тоже все можно убрать сидушечное пространство тоже можно убрать довольно много места занимает и в то же время они не такие очевидные то же самое касается вот этих наверное вещей наверно не знаю давайте вот эти спрячем потому что они менее заметны туда подлазить куда-то игрок скорее всего не будет а вот эти оставим на всякий случай потому что все-таки дверь открывается хотя бы что-то бросается в глаза мы это оставим так хорошо более-менее понятно теперь паковываем один к одному группируем вот теперь уже можем сказать что что да мы во-первых оптимизировали все более-менее то есть padding соблюден все это соблюдено чекер нормально вроде показывает вот на более таких мелких вещах конечно конечно надо чуть-чуть чекер снижать вот видите циферки чтобы все было четко видно и понятно что что легло все ровно здесь чуть-чуть увеличить нужно ничего особых потягушечек нету кроме вот этого о это вот мне вообще не нравится что это такое что за бардак здесь такого быть не должно как так почему внезапно давайте я посмотрю на карте а ну да видите он вообще не не развернулся давайте я нанесу сейчас раз два три четыре так теперь там шов внизу вроде есть все должно быть нормально на всякий случай еще раз прожимаю странно почему он эту штуку не развернул как здесь все нормально я сейчас смотрю здесь нормально здесь нормально эти штуки нормальные должны быть потому что мы там швы и все как полагается нанесли просто стран неужели мы забыли быть такого не может шовчики здесь нанесены все нормально внутренняя часть нормальная так хорошо давайте еще раз тогда а секс нормальный лего так упаковываем когда мы приводим смотрим чекер может быть где-то мисклик был допущен когда мы сшивали и он каким-то образом ее тоже задел и сшил там эти все текстурки поэтому я не могу сказать достаточно уверенно но оно есть ой а здесь почему-то это пропало боковые части пропали этой штуки а здесь вообще она пропала как так так давайте это все выделим шоу сделаем вот она принадлежит какой-то группе что ли нет она как раз таки развернута так ну давайте я ее сейчас полностью выделю так выбрали эти штуки интересно как почему принадлежат ага это отдельно тоже давайте мы их тоже возьмем хорошо вот это что это тоже отсюда это вообще замечательно вот это что тоже отсюда тоже замечательно за эти вещи надо забрать так он забрал вроде да забрал хорошо так здесь чуть с боков будет видно да вот эти вот вещи надо взять что незаметно все-таки вот эти вот заберу заметные вещи более-менее которые заберу так ничего лишнего не хапну хапну сгруппировал так теперь это разгруппировать пусть они отдельными эти сейчас валяются здесь тоже разгруппировать это пусть лежит так или нет это я неправильно сделал придется вернуться хайд нет изолайтед так вот remove from groups и упаковать в одно все целое здесь отобразить один к одному применить так еще раз смотрим на всякий случай перепроверка не повредит потому что нельзя это вот что такое куда это шов нанесем здесь не нанесем вот почему проблема возникла c нажали шов нанесли то же самое наверняка здесь нет здесь нанесем здесь нанесем там не было нанесем хорошо это уже прям конкретно мелочевка идет что такое снизу нужно каким-то образом оптимизировать оптимизировать чуть-чуть чуть-чуть там много не надо так 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 как это так так Ищем подробную Видите, вот здесь красненькие Немножко есть, но это уже совсем мелочевка Совсем мелочевка, то есть Даже есть какая-то Подтянутость, но это практически Незаметная будет Слишком мелкий объект Их можно, знаете, как сделать, например Берем И ставим вот эту штуку Тоже самое здесь Ставим вот это Констраинты А эти констраинты делаем Горизонтальными, например И еще раз разворачиваем Все, он тут же автоматически Автоматически развернулся Как надо То же самое С той же Проделаем сейчас быстренько Так Так Это так Это так Это так И Тоже разворачиваем Оптимизируем Нормально Пойдет Но если вдруг Не пойдет То есть можем Кстати Отдельно Можно тоже Тащить Ну да Так Это вниз Ну да В принципе Я что вижу здесь Да Такая же штука Ой, короче Так вот Берем Выбираем Выбираем С выделения Вот так И ставим Эту штуку И после этого Разворачиваем Я просто хочу Для себя Чисто убедиться Работает Тема Нет Так И оптимизируем Ну такое Теперь можно Просто попробовать Так вот Расширить Что это будет Не знаю Так Так И Здесь тоже Вот этот Постянутость Чуть-чуть Убрать Так Типа Вот мы Вручную Сейчас Это Доводим Не скажу До совершенства Но Что-то Похожее Видите Да То есть Мы Просто удалили Чуть-чуть Чуть-чуть Сделали так Чтобы он Не Не Выделялся Короче В поисках Оптимума Нет Совершенства Ладно Не будем Заморачиваться Потому что Ну это Слишком Много Сейчас Времени Отнимет И Нормально Легло Нормально Ничего Здесь Такого Нет Какие-то Может быть Вот эти Подтяжки Они Понятно Что Они Будут Мы Сейчас Их Пытались Устранить Видите На чекере Видно Ничего Страшного С Подобными Вот Кривыми Именно Геометрическими Фигурами Такие вещи Возможно Поэтому Оптималь Сделаем Да И все Все Видите Более-менее Он старается И За это Ему Спасибо Так Теперь Ладно Давайте Не будем Упарываться А то Это Слишком Уж Будет Много По времени Мы И так Два часа С вами Сидим Вот Я не скажу Что мы Прям Очень много Сделали Но В то же Время Я не скажу Что мы Вообще Ничего Не сделали Нет Мы Что-то Постарались Сделать И Это Хорошо И Вроде Даже Что-то Получилось Если Вы Считаете Так То Вы Можете Поставить Лайкушечку Хотя Что-то Может Быть Другого Да Так Что Это Так Что это Дрявая Почему У нее Дырка А Серьезно Она Прям Входит В Модель Ничего Си Отлично Просто Здесь Чуть Чуть Синеньким Как Обозначить Что Он Чуть 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 Вытягивается Но Это Настолько Чуть Чуть Что Можно Пренебречь Это Что А вот Это Мне Не Нравится Это Вообще Как-то Нехорошо Вытянутый Почему Спрашиваю Я Вас Потому Что Здесь Лишняя Геометрия Так Если Я Выберу Вот Таким Вот Образом 6 Подобный Выделит 138 138 Не Пойдет Все Проблема Вроде Как Решена Да 67 Чекер Вроде Лежит Ровненько То же Самое Наверное Там У нас Проблема Так Здесь Все Четко Потому Что Да Вот Видите Заодно И Обнаруживается Что Там Лишний Этот Лишний Геометрию Мы сделали Иметься Донии Не Удалили По Хорошему Здесь Надо Удалять Вот Видите Она Внутри А Ну Здесь Она Разрезана Что Самое Интересное Здесь Она Разрезана Шов Нанесен Поэтому Она Все Ровненько Ладно Ну Мелочевка Есть Мелочевка Открою Вам Страшную Тайну Что Даже Именитые Студии Регулярно Я не скажу Прям Прокалываются На мелочевке Но Бывают У них Тоже Какие Такие Вещи Поэтому Отчеты Мне Сюда Их Привел Интересно Тут Опять Зачем Там Мне Сюда Эти Оставил Hide Да Ну Потому Что Мне Зачем Мне Нужно Опять Тихо 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 Hide Хайд 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 Так Вот Эту Штуку Хайд Хорошо Спрятали Спрятали В очередной Раз Лишние Штуки Здесь Кстати Интересно Он почему-то Не нанес Тоже Этот Так Давайте Мы Разберем Так Вот На Запасные Части Потому Что Он Слишком Это И Спрячем Только Если Гром Выбрать Получится Нет Не Получится Хайд То Что Видно Пусть Остается А то Что Не Видно Пусть Увалит Хайд Вот Так Вот Вот Так Вот Хорошо В принципе Можно Тоже Уберем В принципе Можно Закругляться Вот Все Вот Это Видимо Оболочка Она Должна Быть Что From Groups Упаковываем Один К дому Приводим Смотрим На всякий случай Еще Раз Тафара Какая Фара А нет Это Топливный Бак Ой Он Вообще Незаметный В принципе Его тоже Можно было Удалить Он настолько Маленький Что Видите Он вообще Чуть Чуть Место Занимает По сравнению С Такими Более Мень Крупными Вещами Это Здесь Все Нормально Ой А вот Это Смотрите Опять Почему Какие Мелочевки Вот Они У них Почему Это У них Почему Это Проблема Куда Вы Швы Деваете Я не Понимаю Господа Мелочники Так Придется Его Сейчас Разворачивать Теперь Короче Вот так Вот Делаем Продолжение Продолжение Ну Вроде Все Нормально Вроде Все Нормально Она Конечно Опять Какая-то Мелочевка Где-нибудь Может быть Что-нибудь Профтыкано Ну И Ладно Сейчас Уже Ну Не Будем Заниматься Всякой Ерундой То Это Настолько Мелочи Что Прям Вообще Совсем Мелкие Мелочи Антенна Нормальна Это Нормально Держатели Все Это Все Нормально Все Хорошо Видите Все Нормальные Вещи Так Сделаем В общем И Целом Нормально Окошечки Все Есть Все Хорошо Так Ну что Упаковываем Все Это Дело Группу Создаем Шоу Делаем Таскиваем В сторону Так Хорошо Это что? Все Окошечки А почему-то окна там. А, внешние окна. Я понял. Я понял. Это нехорошо. Потому что нам придется вернуться назад. А, изолейт. Show. Интересно. Нет. Это что-то не то. Так, а это что? Изолейт. Это внутренние полы. Это то, что мы, короче, оставили в качестве... Меньших таких этих частей. Меньшей части. Так. Теперь давайте я хочу проверить... Такую вещь. Show. Вот это стакуется все вместе, да? Это у нас что? Сидушки. Какие-то такие вещи. Короче, смысл в том, что вот эти вещи, например, да... А вот эти... Так, сейчас, сейчас, сейчас... Вот эти меньше всего, как бы, должны быть... Ну, самый маленький размер у них должен быть у вот этих. А, теперь... А, теперь... У этих средненький. Тяготеющий к большому. А вот у этих... И у этих... Давайте их в одно упакуем. Изолейт сделаем. Я только не понял, почему вот эти окна опять фигурируют там. Совершенно не понимаю. Вот этого прикола. Окна же мы взяли. У нас окна там есть. Почему они опять фигурируют? Какие-то другие окна, что ли? Их можно, кстати, заверопить все. И... И в школу не идти. Либо это лишняя геометрия, либо еще что-то такое. Так. Это все внутрянка. Это все внутрянка. И это все вот эти вот... Да. Второстепенные, совершенно второстепенные штуки. Так, шоу. Вот это вот колеса. Колеса, которые должны вместе... Мы их можем объединить, кстати, с этими. Вот так вот и вот так вот. Да, потому что они одинаковые. Какая разница? Остакованные колеса можно оставить. И вот эти просто присовокупить. Давайте так и сделаем. Изолейтед. Нет. Вот так вот. Изолейтед. Теперь... Вот это... Из группы удаляем. И все, приводим сюда. Так. Вот так вот. Все, приводим сюда. Вот они... Видите, они отдельно колеса вставили здесь. Стоп. Все правильно? Ну да. То есть, они не залазят на них. Это вообще замечательно. Мне еще нравится. Автоупаковщик. Он просто великолепен. Так, один к одному приводим. Чтоб не было проблем потом. И все. И смотрите. Ровненький чекер. То есть, одинаковый. Абсолютно одинаковый чекер. Все. Замечательно. Никаких подтяжек, никаких ничего, артефактов нет. Здесь все ровненько. Здесь все хорошо. Никаких проблем. Все. Все просто отлично. Все просто замечательно. Теперь это мы все привели. Это все одинаково качественно должно быть. Группируем. То есть, группа с группой. У них будет шоу. А вот эти штуки. Давайте их, наверное, чуть оттащим. Да, потому что вот здесь вот это мешать будет. Давайте я еще раз гляну, что это такое. Это то, что должно быть менее качественно. Хайд сделаем. Пока что один к одному сделаем, но потом мы... Группа. Шоу. Хорошо. Теперь. Оттащим в сторону. Дабы не мешалось. Так, это мы сейчас опять переделаем, потому что... Не, нехорошо. Нехорошо. Знаете, что? То, что он оверлап сейчас теряет. Ага, хорошо. Теперь remove from groups. Сливаем. Вот это добавим. Изоляцию сделаем. Так, выше. Так, выше. Так, выше. Так, выше. Так, мне бы надо эту штуку отдельно выбрать. И пока оттащить. Потому что... Пока оттащить, потому что... Потому... Не очень хорошо, иначе получается. Это что за кругляш? Серьезно? Так. Ты тут куда-то... Ты куда-то... Вот это не хорошо. Он почему-то вот с этим... Не стыканул. Сейчас будем разбираться. В чем проблема. Продолжаем. Так, а как со стака интересно убрать? Это вообще интересно. Селиктовый группс. А вот. Удалил. Хорошо, давайте их распределим. Бывает же такое, да? Раз, два. Все. Стак. Если мы стак сделаем, что это будет значить? Непонятно, что это будет значить. Все, четыре выбрал. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я не то имел в виду. Так. Это у нас мелкий шоу-понь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо stack and group similar он может делать это вообще замечательно конечно ладно это не то это что такое нет да не тут и села нет только не сзади штуку ладно мне важно вот эту штуку а Четыре Одинаковых Так, а если Ну-ка, стак Стак Group Similar Во Я только хочу Убей, как говорится, не пойму, где они находятся Что это за стекла такие? Двойные стекла Ёшкин кот Это просто потрясающе Нам групп Нам группс Двенадцать Двенадцать Вот, теперь он двенадцать Выделю Здесь он выделю Почему-то здесь Не до... Хе-хе Ай, это просто потрясающе Так Ремо From Groups, конечно же Так, сюда Сюда Один к одному Я понимаю Примерно, что произошло Да ладно Так, тихо Тихо, тихо, тихо Что нам нужно сделать? Флип здесь есть Интересно не знать Флип есть Где он? О, хорошо Ага Не в ту сторону, короче Флип, а ну Еще раз флип Правильно? Вообще неправильно Что ты хочешь? Флип Здесь флип правильно Здесь неправильно О, выбрал Короче, смысл в том Что вот это повернуто Неправильно Вот, оптимизировали Хорошо Так Теперь Вот эти штуки Которые внутри Застрявшие На перепути Их надо Каким-то образом Повернуть Короче Вот так вот Раз Два Три Четыре Эта штука Вот такая Раз Два Три Четыре Эта штука Вот такая Опа Готово Оптимайз Прекрасно Все в одну Стакуем Так, стак, да? Наверное, делаем Здесь все Stack Overlapped Один Резод здесь еще можно как сделать совершенно не расположен не очень хорошо так римов from groups смысл в том что здесь можно чуть под оптимизировать как бы что как-то типа того отсюда сместим а ничего страшно не произойдет между ними достаточно промежуток если меня вот это смущает штука знаете почему смущает потому что у меня такое ощущение что повернута но сразу хорошо стало так за оверлапина следовательно все должно быть нормально сюда сюда там пусть так выберет чуть-чуть сдвинем сюда это чуть-чуть сдвинем назад собственно как-то все как-то вот так вот не знаю я могу быть неправ но более-менее я постаралась хотя мы сейчас короче с этим связываться это будет вообще проблема то еще группируем давайте группируем и чтобы она больше не это не вызывала у нас никаких проблем так пакуем все смотрим Чекер должен быть ровным везде Во всех его положениях Вроде нормально Все вроде нормально Все вроде ровно Все вроде хорошо То есть я сейчас что сделал, ребята, на ваших глазах? Я сделал Абсолютно одинаковую Одинаковую Качественную развертку для внешней части То есть та самая часть Которая будет бросаться в глаза Вот, а все остальные вещи Сейчас, да, мы будем делать уже Уже исходя из То есть вот это мы Все тоже можем сгруппировать Да Сейчас я посмотрю Он не будет ли ее нарушать Будет он ее нарушать То есть он делает Он делает очень нехорошие вещи Делает вот очень нехорошие вещи Под названием Так, хайт Тогда хайт делаем Все группируем Шоу делаем Шоу делаем Так Почему-то не хочет Заодно выделять Ну Раз, два Save as Четыре Лучше сохраниться Так ДФС Здравствуй А ты потом будешь 3D Hammer продавать? Я не знаю Честно говоря Я делаю его чисто для своего проекта Для портфолио Оно одно-другое Как бы не мешает С одной стороны Вот Но С другой стороны Мне бы хотелось Может быть Я не знаю пока Ничего не могу сказать Может быть Сохранить уникальность проекта Понимаете, да О чем речь Сейчас он Может вылететь Вылетит Нет Вот он Он главное Выбирает одно Выбирает другое Но он не выбирает Одно с другим Как вы это прикажете понимать? Ладно Давай все выберем Он не хочет выбирать все Ладно Это месиво Select All Упаковывать Так Короче Смысл в чем? Смысл в том Чтобы Кружинки Смысл в том Чтобы Вот и колеса Он их Он их Это убрал С группы С группы Видите он Здесь все развернул Колеса Он Из оверлапа Убрал Сейчас возвращаю 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 Он больше не возвращает Что ты тут сделаешь Он конечно да Заставляет Поднапрячься Поднапрячься Заставляет Ну-ка Сможешь ты Оверлап сделать Так Групп Симилар Так Оверлап Посмотрим Так Что-то он сделал Но Настолько криво Что я вижу Что это Что лучше бы Он этого не делал Да Раз Два Как Хорошо Что есть Кнопка Ctrl Z Так Одинаково Идут протекторы Хорошо Просто проблема в том Что я получается Опять делаю Одну и ту же работу Не очень здорово Одеваться некуда Так Средки Ну ничего Опыт Опыт Именно таким образом Только и растет Потому что Если так не делать То вообще Никак не получится Делать Нет Я не могу То же Не Я не могу так а здесь уже все все выбрано там уже все сделано так это сюда и вниз хорошо с этим все вместе пусть будут домик с окнами сад так это все уже сделано не такого так вроде бы все вот это все что касается стаковых вещей ну-ка если я стак сейчас нажму стак overlapped стак хорошо теперь упакую fit расположу нет никак он не хочет нет 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 не туда делаешь я уже начинаю это немножечко из-за лейт ему from groups так что ты можешь сделать если я просто так нажму он да он будет неправильно это делать нет не надо если я а а мне каждый мир надо будет отдельно ну-ка если так вот стак потому так стак это control shift control g shift как это сложно shift control g неудобные кнопки в данном случае конкретно в этом случае так хорошо застаковал теперь упаковываем не можешь расположить их нормально нет он он просто тупо это понял я риму from groups риму from groups так надо все выбрать ему from groups хорошо это что такое г 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 то есть это отдельно сейчас группу будут делать все вот теперь нормально должна пойти нет не так ты делаешь почему ты так делаешь аля ну что то что же что же ты что же ты хочешь ты хочешь от меня ну пожалуйста давай все сделаем нормально такси лекарства такси лектор ты не тут и делаешь аля я же тебя сгруппировала ли почему ты себя так ведешь риму from groups хорошо если я сразу так буду делать он он конечно распакует так как мне не надо вот этим он один к одному приведет но мне этого не надо мне этого не надо мне нужно чтобы ты мне сделал чтобы ты все это сложил в одно как это сделать вот как это сделать давайте давайте еще раз убираем со всех групп айванс так 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 теперь ну вот вроде бы вроде бы он это сделал а что раньше мешало ему это сделать и не понимает артих этих этих а сейчас он не делает это а почему ну почему ты это не делаешь я не могу понять что он от меня хочет алё не я могу тупо вручную сейчас все это за это за это вот короче сейчас все застакаю и попробую потом все выбрать хорошо так теперь ну вот сделал уже что-то что-то я не понимаю почему такое происходит но оно происходит так если я вот так вот буду делать нет не получится нужно отдельно ну что ты делаешь он что-то он выбирает как-то по дикому я его не понимаю так поднимая ты кстати могу поменьше сделать это же окно в конце концов так вот в плече все если я так сейчас так сделаю как оно будет будет отдельный стак теперь проверю все нормально так хорошо хорошо один к одному прекрасно шоу почему-то он не хочет через control теперь выбирать все select all хорошо ладно я просто включить по-другому будь добр спустит это тоже спустим это спустим пожалуйста спустим спасибо так так что это такое эта штука она принадлежит там еще что-то я не вижу да но она есть как тот суслик ангрупп ангрупп так чтобы мне это не смело мне там рисовать всякие какие-то непонятные вещи так теперь теперь возвращаемся к нашим бараном хайд и залает вернее ух какой покой пожалуйста как надо я очень надеюсь что как надо упаковал так спейсинг почему-то очень большой между ними я не понимаю в чем дело очень большое расстояние видите между между этими этими почему-то очень большое расстояние а в сантиметрах что ли я может что-то непонимание пикселей же должно быть пикселях пикселях она должна быть 8 здесь шестнадцать например до 100 и 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 должны быть примерно так и методом исключения буду так вот отдалять раз нет 2 оставим примерно так там плюс минус это не так уже имеет значение главное сохранить паддинг чтобы хороший был так и здесь уже можно чуть это вверх вот это наверх так это вообще можно сюда переместить тихо 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 вот сюда переместить тогда это вниз наоборот так вот все между ними более-менее пространство соблюдается чуть-чуть повыше можно будет да то есть паддинг соблюдается так вот делаем так теперь переупаковываем сюда еще и поместил что-то ну и ладно это не так страшно это не так важно потому что теперь соблюдается полностью наше пространство и один к одному конечно же так никаких потягушечку чтоб не было никаких растягушечку чтоб не было готово теперь шоу делаем и смотрите я вот это не группировал вот это не группировал да и неправильно сделал да так давайте я вот это сгруппирую и что это будет тогда стак если стак теперь все вы дельте запрячь ну ка смотрим так хорошо он оверлапинг сохранил а мне это самое важное это просто самое важное теперь смотрим теперь раз он оверлапинг сохранил это просто великолепно все красиво по красоте все он сделал ох как мы хорошо сидим три часа уже да ну потому что вот пришлось по мелочам очень долго догонять тоже такие моменты они важны мелочи куда деваться без этих мелочей у нас дальнейшая работа нормально не пойдет так теперь теперь что мне нужно сделать изолейтод это такое шоу это изолейтод это менее важное и шоу это изолейтод это самое самое такие вещи которые мелкие шоу так то есть смысл в чем я сейчас почему все это смотрю в том чтобы сохранить качество самое высокое качество это вот у этого квадрата должно быть на втором месте вот этот квадрат потом на третьем соответственно т.д. и на четвертом т.д. то есть различные деталюшечки как я это могу сделать принудительно просто назначить либо просто тупо вот так вот вручную сократить качество то есть самую видимую я расширяю на максимально сколько это возможно максимально насколько это возможно я ее таким вот образом продвигаю все паддинг сохраняется это все в таком виде на втором месте у меня стоит вот эта штука да да ее я сделаю следующим образом ее я сейчас пока отодвину в сторону потом вы увидите что я с ней сотворю что я с ней сотворю это у нас на третьем месте по моему да сейчас посмотрим или даже на четвертом так вот это нет вот это на третьем месте наверное все-таки потому что она более заметная будет хотя более но они примерно одинаковые так тоже руку на сердце они примерно одинаковые поэтому я могу это и это подсократить так причем мы двигаем прям вот так вот в упор прям в упор здесь в упор максимально карту используем я смотрю чтобы красная граница совпадала с границей вот этой ну там пиксель мегапиксель вообще не имеет никакого значения просто тупо стараемся так вот примерно так еще расширяем еще расширяем чуть-чуть сюда еще все пойдет так теперь еще чуть-чуть вот так вот сужаем они примерно одинаковые так теперь это расширяем максимально сколько у нас получится смотрим здесь да паддинг не нарушается вроде как на всякий случай чуть-чуть 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 вот так вот отступим чтобы было понятно вот для чего все это делается это у нас подкапотное пространство внутренние какие-то части тоже наверное есть взяла этот нажмем да подкапотное пространство и пружинки всякие вот эти вещи короче говоря короче говоря короче говоря так сейчас 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 я уже подумаю так 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 сейчас я к чему проверю здесь да так вот ужать он будет красным да вот если разжать то он будет синим это то что в принципе нас устраивает так теперь мы можем же сохранить эту штуку таким properties за золочь ее нужно то есть смысл в том что сейчас я заблокирую вот эту штуку а все остальные будут подстраиваться теперь я хочу вот это вот эту штуку я хочу разгруппировать remove from groups и сделать auto pack всего и он делать не так как мне надо хорошо андок и не шел скейл так и не шел скейл keep average global не шел скейл так 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 сейчас я сейчас я до этого дойду думаю короче смысл в том что я хочу ее заблокировать залочить бокс так норму island groups нет 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 это все не то это где-то здесь где-то здесь global нет зачем мне глобал не надо мне глобал так lock unlock но я вот так так инк сетинкс фит сквари фай так тихо 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 стоять это что он с рискаю машина риск и так может быть мне тогда все лочать надо все вот эти залочить кроме вот этого попробуем ну-ка это ямба там короче есть какой-то инвертированный selection давай сейчас можно и так давайте так сделаем так select invert да invert ну-ка поместишься серьезно почему-то не хочешь упаковывать их не понимаю fit play out нет как сделать так чтобы он заполнил все пространство мне интересно это знать все же полно свободного пространства почему-то не расширяешь это все ну неужели все вручную придется делать так ладно давайте по-другому поступлю куда я понял он еще и сюда распределил их ясно ясно понятно так если это разгруппировать все например на одинаково сложишь ты их так хорошо хорошо еще чуть-чуть прибавим он короче не это не блокирует вот эту штуку вот это фит кип 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 Нет Нет Как же сделать так, чтобы он вот это вот сохранял Сохранял свой масштаб Это самое главное Может вот это Обалденно Нет, это точно не это А, мы же не все выделили Ну-ка, попробуем еще раз Во Что-то типа этого Да-да-да-да-да-да-да Именно это Вот, снизу Чекер крупнее Здесь мельче Так, даже прибавим Так вот, прибавим Здесь он крупный Здесь он мельче Раза в два На колесах он мелкий На днище он крупный Собственно, что и требовалось доказать Даже Даже Я вам скажу следующее Даже еще Вот так вот увеличить Чуть-чуть Увеличивать То есть вообще там будет бардак И вот так вот Ну-ка, я еще раз Сейчас буду Искать Оптимум Оптимус Прайм Сейчас буду искать Я смотрю за вот этими Да Показателями Ну в принципе Неплохо То, чего мы и добивались Качество К доступной цене Фух Ну что, давайте вот на этом пока остановимся В принципе Все готово Я, наверное, вот Именно на таком качестве остановлюсь То есть Меня устраивает Все, что произошло Спейсинг Все, все дела Да, здесь все Все нормально Все входит в эту В эти границы И поэтому я Сохраняю файл Во-первых Во-вторых Экспортирую Что? А надо ли экспортировать? По-моему, не надо По-моему, не надо Ладно, давайте потом Вот мы Вот на этом остановимся И давайте мы На следующих стримах Уже будем Заниматься Собственно Экспортируем А уже Посмотрим Что у нас вышло В Substance Painter И там будем Уже потихонечку Потихонечку Более-менее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому